Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня у нас встреча двух чемпионов мира. Александр Олехин играет белыми, черными играет Эммануил Ласкер. Цюрих, 1934 год. Для Александра Олехина эта встреча была очень принципиальна. Дело в том, что он уступил Ласкеру 20 лет назад в Петербурге и 10 лет назад в Нью-Йорке. Пора явно было уже размочить счет, тем более белым цветом. И поэтому Олехин, конечно, был настроен только на победу. Д4, Ласкер отвечает Д5, С4, Е6. Конечно, жертву пешки не принимает. Конь С3, конь Ф6. Конь выходит на Ф3, все пока стандартно. Слон выходит на активную позицию, конь Д7. Все это неоднократно встречалось. Короткая рокировка, ладья С1, С6. Черные надежно подкрепили пункт Д5. Слон Д3, черные пользуются этим, бьют на С4. Конечно, есть здесь ход В5 с идеей развить слона на большую диагональ. Но следует ход конь Д5, система Хосе Раулья Капабланки. Размен на Е7. Ну, понятно, что просто отводить этого слона буквально некуда. Поэтому белые вынуждены разменяться. Слон Е7, ферзь Е7. Конь Е4. Никаких пока больше разменов. Контролируем при случае поля С5. Ласкер предлагает снова размен конь Ф6. Александр Олехин уклоняется. Следует ход Е5. Прорыв по центру. Пользуясь тем, что белый король все еще в центре, черный пытается упростить позицию, одновременно вскрывая своего слона С8. Короткая рокировка. Взятие на Д4. Конь Ф5 промежуточный ход. Александр Олехин атакует черного ферзя. Ферзь вынужден отступать. Взятие на Д4. Как-то фигуры белых нависают над королем. Но есть ход конь Е5. Возможно, лучше было все-таки с поля Б6 этим конем напасть. Дело в том, что на Е5 как-то конь висит в воздухе. На Б6 же надежно защищен. Конь идет на Е5. Слон отступает. Неплохо было поставить и слона на Е2. Дело в том, что отсюда слон контролирует оба фланга. После слона Б3. Да, слон остается на диагонали. Присматриваясь к черному королю. Слон Ф5. Конь Ф5. И вот здесь оказывается, что плохо разменивался на Д1. Дело в том, что у белых тогда остается небольшой перевес. Ладья Д1. Ладья Д8. Можно скачать конем на Д6. Атакуя пункт Б7. И атакуя одновременно пешку на Ф7. Непонятно, как защищаться. Дело в том, что на ладья Д7, Ф4. Конь Ж6 может сыграть Ж3. Ну и в дальнейшем. Как движение пешки Е, так и ладья Д3, ладья Ц1. Неприятное сдвоение по линии Д для черных. Поэтому ласкеры не торопятся. Он здесь сыграл ФБ6, что явилось очень плохим ходом. Возможно, лучше было все-таки сыграть Ж6, не боясь ослаблений. Дело в том, что на Конь Ж3 уже можно разменяться на Д1. Ну а в случае хода Конь Д4, либо Конь Д6. У черных есть ход ФЕ7. Видимо, ладья Д8. Короля можно всегда поставить на Ж7. У белых нет чернопольного слона. И слабость черных по черным полям явно не скажется. Давайте вернемся к ходу в партии. Ферзь Б6. Ход просто ужасный. И Александр Олехин сразу же начинает наказывать. По этому ходу Гарри Каспаров заметил. Вот где сказывается, что ласкер никогда не был дебютчиком. И играл почти исключительно исходя из здравого смысла. То есть Александр Олехин, как вы помните, был у нас, конечно, универсалом. Очень много времени проводил над теорией дебюта. Прекрасно атаковал. Ну и в Эншпиле, конечно, не уступал своим современникам даже близко. То есть полностью универсал. Ферзь Д6. Под боем теперь у нас конь. Ферзь занимает такую мощную централизацию. Конь Д7. Ладья Д1. Все фигуры белых теперь стреляют по центру. А ферзь удалился от своего короля. И поэтому после хода ладья Д8 сразу же ферзь Ж3. Атакуя. Возможно, сильнее было все-таки ферзь Ф4. Ферзь Ж5. Ну, после ферзь Ж3 тоже создана угроза мата в один ход. Ж6. Ферзь приближается к королю. Явно коня брать нельзя из-за связки. Нависают различные тактические удары, угрозы. Нужно явно черным быть на чеку. Эммануил Ласкер отводит короля на поле Х8. Следует ход конь Д6. Конь залезает очень неприятно на Д6. Угрожает взятие на Е7 конем. Ласкер приближается. И вот здесь достаточно сильно было сыграть ладья Ц4. С идеей при случае атаковать на королевском фланге. То есть, просто перевести ладью, да. Чтобы поддержать ферзя. Ну, и попутно еще ладья Ц4. Ладья Ц4 сдвоится. И тоже позиция у черных очень неприятная. Александр Олехин играет Е4. Идея, видимо, забить пешечный клин. Подкрепить своего коня. Следует ход конь Ж8. Ладья идет на Д3. И вот здесь Ласкер совершает вторую ошибку, которая уже явилась тотальной. Он играет Ф6. Конечно, опять же, два вопросительных знака к этому ходу. И Александр Олехин фактически объявляет мат в нескольких ходов. Конь Ф5. На ровном месте. Черный попадает под смертельную атаку. Следует ход король Х8. Ферзь Ж6. Два восклицательных знака. И ему на Ласкер сразу же сдался. Дело в том, что угрожает Ферзь Ж7 мат. А ферзя брать нельзя. Дело в случае взятия. Ладья Х3. Конь А6. Ладья А6. И выясняется, что слом на Б3 стоит в засаде. Контролирует поле Ж8. Черному королю просто некуда пойти на доске шаг и мат. Ну и после хода Ферзь Ж6, естественно, как прикрыть вообще пункт Ж7? Такой возможности нет. То есть, единственный ход это Ладья Ф7. Но, как говорится, это на один ход. Следующим ходом мы пойдем уже Ферзь Ж7. Да, еще есть Ферзь Ф2, Король Ф2. Но Ферзь Ж7 не за горами. Вот такая вот партия удалось Александру Олехину. Наконец-то обыграть экс-чемпиона мира Эммануила Ласкера. Но стоит отметить, что Ласкер, конечно, молодец. До 68 лет он сохранял потрясающую шахматную форму. Бился на самом высоком уровне. И ничем не уступал более молодым шахматистам. Всем, друзья, спасибо за ваше внимание. Если нравится партия классиков. И не только. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Ставьте лайк. Всем добра и хорошего настроения.